Привет, мир! Очень рада тебя видеть. Ну что же, этот день настал. Как я и обещала, мое воссоединение с библиотекой. Это не то чтобы какой-то особенный день, обычный вторник. И я понятия не имею, сколько времени займет у меня расставление всех книжек, учитывая тот факт, что у меня примерно 400 книг в библиотеке. Я точно не считала, сколько сейчас. Значит, мне в компанию вот это вот прекрасное создание, которое было для заполнения пространства. Вот, но он отправляется на стул в угол. Он будет безмолвным наблюдателем того, как этот шкаф будет превращаться опять в мою прекрасную, прекрасную, прекрасную библиотеку. Я знаю, что многие из вас по этому книжному шкафу скучали точно так же сильно, как и я. Это тот же самый шкаф, который был. Мой папа его сохранил очень любезно. Я думала, что от него избавятся, ну просто вывезут, потому что никому эта мебель не была нужна на тот момент, но папа все сохранил. Я ему очень за это благодарна. И теперь жду не дождусь, когда я буду расставлять книжки. По поводу системы. Я долго думала над тем, как книги расставить, но в итоге пришла к выводу, что сделаю это все в процессе, как это у меня происходит обычно, потому что когда я пытаюсь придумать что-то заранее, ни к чему хорошему это не приводит. Немного деталей. Это обычный ДСПшный шкаф какого-то российского производителя. Я не знаю, это не модный Икея или что-то там подобное. Слишком тяжелые книги наверх, ну выше центра, по крайней мере, ставить нельзя. Как вы видите, полки тонкие, они могут прогибаться. И здесь есть такие отсеки длинные, без перегородок. Поэтому наверх пойдут книги полегче, вниз потяжелее. Это единственная система, которой я сейчас буду придерживаться. Ну а походу разберемся. Сейчас покажу вам другую ситуацию. Примерно так выглядит мой книжный шкаф. Он довольно высокий и очень широкий. Вот там у меня маленькая полочка. Я думаю, что я ее так и оставлю. Телевизор. И, внимание, все книги находятся вот здесь. Это пять гигантских яичных коробок и один большой чемодан. Очень страшно. Я надеюсь, что мне хватит хотя бы трех часов, чтобы это все разобрать. Поехали! Короче, на самую нижнюю полку уходят книги, которые я не хочу видеть. Они просто есть в моей библиотеке. И это претенденты на Анхол. Это те книги, которые я буду продавать, относить в библиотеки какие-то на улице. Есть книги моего мужа. Нам надо с ним обсудить, что он хочет оставить и что хочет продать или отдать. Был претендент на Анхол. Бенджамин Вудстанция на пути туда, где лучше. Но теперь я не знаю, хочу ли я отдавать эту книгу. Дальше книга, которая мне не понравилась, Делия Оуэнс. Тоже туда же. Стеклянная женщина. И Белла Германия Даниэля Шпека. Нет, эта книга тоже не для меня. Сто процентов. Знаете, что еще хочу сделать? Я хочу некоторые книги из серий Азбука классика и эксклюзивные классика, легкие, рассувать по полкам с тяжелыми книгами. Знаете, зачем? Когда они стоят всем скопом, ты не замечаешь. А между тем, в этих сериях издаются очень часто книги, которые давно не издавались. Они очень любопытные. И, например, вот как Этала Кальвина, которого я вам показывала в покупках. Я ни за что не обращу на него внимание, если он будет стоять в общей стопке эксклюзивной классики. Просто нет. Поэтому, скорее всего, я так полагаю, что некоторые полки я рассортирую по жанрам или по каким-то ассоциациям, которые книги у меня вызывают. В целом, как обычно. Кстати, о птичках. Кошки-мышки Гентрограсса. Такое вот издание у меня. Класс, да? Она на самом деле такая малышка. Старый корпус. Красивый. Вы знаете, мне немного страшно. Я не открывала коробки, и я понятия не имею, в каком они состоянии. Надеюсь, что с ними в порядке все. Здравствуйте. Я в шоке. Мне придется встать на цыпочки. Короче, я поняла, что на самом деле я могу здесь располагать книги в дворе, да. То есть, например, те, что я уже прочитала, я могу ставить назад. Или просто класть их, чтобы они хранились лежа, например. Тут стопка не получится слишком высокой. Я не думаю, что это книгам сильно повредит. И вот я вспомнила, как я купила тогда Франзена, и как я хотела его прочитать, как я собирала, и как я ждала перекрестки. И поправки. Класс. В этом смысле, мне кажется, я везунчик, потому что у меня безгрешность и свобода в старых изданиях. Они мне нравятся намного больше, чем новые. Ай-яй-яй-яй-яй! Сокровищница моя! Офигеть! Кейт Аткинсон. Мое любимое издание. Азбука бестселлер. Я капец, как люблю эти книги! Ух! Я раньше не замечала, удивительно, но факт. Даже старые издания корпуса отличаются друг от друга по размерам. Смотрите, вот есть такое. У меня Питер Акрайт и Майкл Каннингем. И есть вот Гюнтер Грасс. Как же мне их расположить-то, чтобы они по-хорошенькому еще лежали? И вот у меня есть еще Франческа Пиккола, тоже такая же малышка. Что, если это перемешать и просто распределить поддельным полком? Так даже прикольнее будет. Красочно, да? Так, две коробки уже сделаны. И я подумала над тем, что я сначала, наверное, выгружу сюда книги. Посмотрю конкретно на то, сколько и чего. Рассортирую их и потом введу вас в курс дела. Просто мне даже интересно, как все в итоге получится. Я так рада видеть свои книги! Кстати, у моего шкафа есть нюанс. Видите, вот здесь полка будет с фантомом. Я так определила, но не знаю, возможно, я что-то поменяю. Вот тут выключатель света. Надо, чтобы это место всегда оставалось пустым. По-другому шкаф бы никуда не встал. А Стивен Фрай стоит у меня с закладкой, смотрите. Буду дочитывать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, ребята, фиксирую свой прогресс. Давайте начнем отсюда. На эту полку я поставила своих любимчиков. У меня была раньше похожая полка. Здесь Достоевский, здесь Робертсон Дэвис, Байетт, Жаума Кабре и Игис Кандинавы. Здесь рядом полка с тоже потенциальными любимчиками. Но это, скажем так, крепкая современная литература. Вот потенциальные, хорошечные книжечки. Вот определила их все в одно место. Отдельная полка для Ирвинга и для Салмана Ружди. Еще сюда влез Евгений Дис. Ирвинг один из моих любимых писателей. А Ружди я еще ничего не читала. У меня есть его четыре книги. И одна очень редкая, если вы понимаете, о чем я говорю. Здесь я решила сделать военную полку. Я не знаю, с чем я это буду сочетать. Но пока так. Я помню, что у меня довольно много книг образовалось про войну. Поэтому я оставила побольше места. Здесь вот прекрасно, красивенько поблескивает фантом. Дальше здесь корпус Франзен. Я буду менять эту полку. Она мне не нравится. Я не знаю, куда я определю вот эти книги, которые стоят поперек. Но я это исправлю. Так не будет. Там сзади стоит Франзен, Донна Тарт и Мадлен Миллер. Все. Наверх я решила определять такую литературу, которая да, как бы нет, непонятно, недоверительно, мало читала или легкая литература. У меня вот эта полка, вот эти отсеки были для мягких обложек. Наверное, так и будет. Пока так. Я не знаю, закончили я сегодня. Я точно сегодня достану все книги из коробок. Потому что я хочу просто избавиться уже от этих коробок и освободить свои книжечки. Может быть, какую-то часть из них я протру. А по поводу организации книжного шкафа... Ну, сегодня я, по крайней мере, разложу все на полки примерно. И мне понадобится какое-то время для того, чтобы книжки переставлять с места на место. Возможно, менять какие-то полки местами. Потому что в этот раз у меня какой-то... Я чувствую какой-то другой вайп и другой подход к тому, как организовывать шкаф. И я хочу, чтобы при этом мне было приятно на него смотреть. Не знаю, сегодня встретимся еще с вами или нет. Но я надеюсь, что вам не скучно. Ааа, у меня столько книг, это ужас какой-то. Нет, в смысле, хорошо. Я люблю свою библиотеку, но это очень тяжело. Я, пожалуй, пойду передохну. Классика. 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 Большая книга. Большая книга. Сад. Даже не знаю, куда это... Это вообще какая-то отдельная категория. Зимний солдат. Боже, Атан Холл. Ой, Джеральд Даррелл. Посмотрите, кто здесь. Ферранте. Мама дорогая. Ой, боже, ну ты срочно читаешь эти книги. Крики. Боже. Убийцы. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Сколько раз я все переделала? 100 Сколько раз я буду все переделывать? Еще 100 Встретимся завтра Субтитры сделал DimaTorzok Что, ребята, мне кажется, что книжный шкаф готов. Я вам его немножечко поснимала, чуть-чуть продемонстрировала кое-какие детальки. Я хочу сказать, что перестановку книг, расстановку книг на книжных полках снимать очень тяжело. И я боялась, что видео выйдет гигантским, поэтому основную часть процесса вот этого перестановки, тасовки и тетриса я не сняла, потому что тогда бы вы смотрели 10-часовой ролик. Вчера я закончила примерно в 9 часов вечера. Я начала в 2.30 и закончила в 21.00. То есть закончила, это значит, что я просто отошла и думаю, все. Так что, может быть, там в грядущие месяцы я сниму тур по книжным полкам. Я думаю, что это видео скорее должно передавать мои эмоции от моей библиотеки. Но единственное, что я могу сказать, это то, что сейчас мне не нужен телевизор. У меня здесь стоит диван на противоположной стороне. И я просто могу сидеть и пялиться на книжные полки. Может быть, это пройдет, а может быть, и нет. Хоть бы нет. Это во-первых. Во-вторых, конечно же, все началось, как я вам сказала, с принципа тяжелой книжки вниз, легкие наверх. В принципе, идея такая осталась, но потом я поняла, что формируются условно какие-то полки. И на этом моменте я перестала снимать, потому что мне нужно было очень много думать, сосредотачиваться не на съемки, из какого ракурса лучше снять, а то, как мне понравились бы мои личные полки. Я люблю говорить в своих видео про книжные полки, что я всегда хотела себе библиотеку, и чтобы, смотря на нее, было видно, что она моя. Мне кажется, на моих ассоциациях этот шкаф и выстроился, и, естественно, для кого-то в этом логике не будет. В этом логика есть только для меня, но система есть, и она меня устраивает. Этот шкаф не идеальный, но вот как сложилось, так сложилось. Подчиняясь первоначальному принципу, в какой-то момент начали выстраиваться полки, например, американские, или полки классической литературы, или полки азиатские, или полки издательства. То есть у меня шкаф расставлен не по какому-то одному принципу, а по разным группам, которые казались мне логичными. Наверное, через месяц что-то из этого покажется мне нелогичным, добавятся какие-то новые книжки, я буду их перетасовывать, и шкаф будет меняться. Я думаю, любой книголюб меня поймет, что это абсолютно нормальная ситуация. А в итоге я довольна результатом, я очень рада. Как вы могли заметить, гирлянды я вешать не стала. Изменился принцип того, как я расставляла книги. Вы можете заметить, что сейчас они стоят немножко в глубине. Раньше они стояли просто в один ряд, потому что шкаф не был прислонен к стене. Сейчас так, и я имела возможность пододвинуть книги поглубже, выставить книги вторым рядом. Потому что у меня всего лишь один шкаф, и если выставлять в один ряд, книги не влезут. И я решила как-то поиграть с геометрией, с формой, и мне так даже нравится больше. И таким образом мне удалось мягкую обложку распихать не на конкретную одну полку скучную, а распихать по всему шкафу, подчиняясь этим ассоциациям, которые возникали у меня в процессе. И из-за того, что получились такие ломаные формы, и разные цвета, разные серии в одном месте, вешать фонарики или делать слишком много декора, вроде как не совсем. И я, наверное, потом расставлю здесь кое-какие открытки, разложу, может быть, какие-то вещи, но на этом все. Теперь давайте я покажу вам все поближе, я не буду останавливаться на книжках конкретных, я лишь покажу, какая там есть система, если вообще это можно так назвать. Давайте начнем с этой полки, она одна из центральных. И здесь, в общем-то, а система понятна, я думаю, это полка Фантом Пресс. Книг Фантома у меня много, и они, я уверена, будут только добавляться, поэтому мне хотелось сделать вот широкий отсек. Как вы видите, у меня есть квадратики в этом шкафу, есть вот такие прямоугольники. Здесь еще есть место для второго ряда, я, возможно, еще что-то буду менять, ранжировать, но я специально оставила вот полку именно такой. Единственное, что я положила сюда Умбертека, потому что по цветам, здесь, видите, темно-синее, такие темные цвета, здесь Умбертека хорошо лег, он красиво смотрится на полках, и Салли Руни. В принципе, полка с Фантомом всегда смотрится очень круто, она очень красочная. Литература из разных стран, как я вам говорила в прошлом видео, да, очень их люблю. Вот у них есть вот такие большие книги, есть книги классические. Большие книги по размеру хорошо совпадают с азбукой, но я не хотела ставить их на одну полку, поэтому вот они у меня здесь так тихонечко стоят. Люблю эту полку. По соседству с Фантомом сложилась вот такая полка. По сути, здесь просто книги, состоящие из нескольких частей, серийные, так сказать. Вот у меня здесь есть собрание, или собрание сочинений, здесь собрание Кейт Аткинсон, азбука-бестселлер, мое любимое издание, и Пьер Леметер, его трилогия «До свидания там наверху». Здесь притаилась моя прекрасная Ферранте, моя гениальная подруга, цикл из четырех книг. Я его очень люблю, я раньше его всегда прятала, думала, что это уродливые издания, но просто я настолько люблю эту историю и эти уродливые издания, которые с потресканными спинками, что просто я не могла их спрятать. Александрийский квартет в этих прекрасных, в этом прекрасном издании старом сейчас все в одном томе выпустили. И потом я думала, что же сюда добавить. Здесь появилась Тови Дитлевсен, два сборника Алексея Поляринова, две книги Кадзо и Сигура, две книги Майкла Каннингема, и какие-то одиночные книги, которые не могла никуда поместить, вместились сюда. Вот эта интересная полка, я не думала, что вообще такая полка будет существовать, она сложилась сама собой, я клянусь, это была какая-то судьба. Дело в том, что вот эти книги, они очень тяжелые. «The Big Book», «Маленький большой», «Джонтан Стрэндж», «Мервин Пик», ровно как и «Дом в котором», и «Джулиан Барнс», и еще парочка и здесь. А это очень тяжелые книги, они должны стоять на нижних полках. Но когда я увидела их вместе, я поняла, что ведь это сказки, это те истории, возможно, мрачноватые, немного фэнтезийные, которые я бы хотела, чтобы они стояли в одном месте. А потом я поняла, что я люблю древнегреческие мифы и поставила их сюда. Потом я поняла, что у меня есть интересный детектив Умберто Эко, это для меня тоже какая-то загадочная история. «Магический реализм» от Мариан Петросян, «Борис Вианн. Магический реализм». Вот эти две истории Джозефа Финка, Джеффри Крейнера, про Найтвейл, Рэй Брэдбери, Стивен Кинг, «Обитатели холмов» Ричарда Адамса. В общем, сложилось так, что все эти истории для меня вызывают одну и ту же ассоциацию. И такую же ассоциацию вызывает у меня Сарамага. Поэтому вот в «Васпуке классики» я его сюда положила. Потом нужно было что-то еще добавить. И здесь сложилась такая английско-американская полка. Здесь англичане, здесь Барнс, Энни Пру, какие-то авторы, которые считаются классиками 20-го века или которые будут классиками 21-го, я надеюсь. И здесь затесался Кудзея, потому что по серии книги хорошо подходили. Кстати, здесь есть Эдвуд тоже. Здесь я просто расставляла корпус Франзена, который у меня есть, и Донна Тарт. Это было в самом начале. Потом я поняла, что складывается белая полка. И потом я поняла, что это американская полка. И я положила сюда Ханьки и Нагихару. У меня маленькой жизни люди среди деревьев. Эн Пэтчет, «Голландский дом», «Свои чужие». Сюда я положила Стоунера. Он не белый, но больше некуда было. Это одна из моих любимых книг. И также, вы знаете, у меня почему-то эти книги вызывают ассоциацию вот прям с Америкой и с Нью-Йорком. Почему-то с большими городами. Это такие истории, в которых люди теряются в больших городах, в каких-то семейных проблемах. Теряются в каких-то зависимостях. Ну вот что-то такое. И я решила, вот Сильвия Платт, Оливия Лэнг, это все про Нью-Йорк. Щегол Дон и Тарт, тоже Нью-Йорк. Тайная история, это Дарк Академия, это что-то тоже про Гарвард, про Бостон. Маленькая жизнь, естественно, тоже Нью-Йорк. Короче, вот сложилась такая полка. Очень она мне нравится. Я понимаю, что эта стопка большая и не видно прекрасный голландский дом. Но можно двигать вот так из стороны в сторону. Честно говоря, мне очень нравится, как эстетично выглядит Франзен на полках. Проголосуйте, пожалуйста, в комментариях. Какое издание вам нравится больше? Это старое издание? Да новое. Вот есть разница, правда? У меня даже муж отметил, что вот эти корешки очень красивые. Здесь, в целом, как мне казалось, для меня довольно классическая полка. Азбуку Джона Ирвинга, в том числе, я хотела поставить ниже центра. У меня получается его 8 книг. Вот она еще одна. И в пару к нему по размеру исключительно встал другой гигант. Это Салман Ружди. Я подумала, раз это Джон Ирвинг, то тогда я положу сюда Кена Кизи, и Филиппа Рота, и Чайза Буковски, и Стейнбека, и в итоге положила сюда Мелвилла и Тенниси Уильямса. То есть здесь получилась тоже такая частично американская полка. Единственное, что вот Ружди. Что? Надо было для него, наверное, какую-то отдельную полку. Может быть, я потом это все перетасую. Пока вот так стоит. Но для меня Джон Ирвинг и Салман Ружди это два гиганта. Так что для меня все логично. И что же, здесь еще одна сборная солянка. Я хотела это сделать военной полкой. И она получилась, но только наполовину. Здесь стоит литература о войне, скажем так, и автофикшн, и нонфикшн, и художественная литература. Все, что вызывает у меня ассоциации с войной. А у меня есть отдельное видео на канале про мою полку про войну. Добавились кое-какие книги, но в целом вот это она. Сюда же я положила Дюнтера Грасса. Видите, у меня все три в разных зданиях. Что тут еще скажешь? Полка про войну. Она, конечно же, будет пополняться, потому что эти книги сами меня находят. А потом мне надо было куда-то деть классику. Здесь была целая половина полки. И я решила поставить ее сюда. Я сначала думала сделать здесь только английскую классику. Как вы видите, ее здесь много. Но потом оказалось, что другую классику тоже куда-то надо доставить. И она очутилась здесь. Здесь большие книги. У меня Арчибальд Кронин, Эмили Бронте. Одна из моих любимых книг. Грозовой перевал Лоуренс и Влинво. Кинтербристские рассказы Джеффри Чосера. Это вообще мохнатые классики. Здесь две книги Остин. Вудхаус. Цикл про Дживса и Бустера. У меня там есть еще внизу два сборника его стоит, поэтому эти книги здесь. Здесь у меня стоит Маркис и Джозеф Хеллер. И еще такая маленькая прекрасная книжечка, которую я привезла из Америки. Я нашла ее на улице, на лавочке. Это призрак оперы Гастона Леру на английском языке. Вот с таким вот золотым срезом. Эта книга напоминает мне о Нью-Йорке. И еще, конечно же, напоминает мне Эмму с канала Эмми Ритц. Это одна из ее любимейших книг. И для того, чтобы сохранить воспоминания о городе, об Эмми и о моей любви к ней, я вот решила взять себе в библиотеку эту книгу «Она малышка». Это издание Барнс и Нобелл. Да, вы можете заметить, что я намеренно сочетаю несочетаемые серии, потому что мне так прикольно. Здесь в целом начала выстраиваться полка, потому что это азбука, и она примерно была одного размера. Похожее издание. Здесь у меня Шейбен, Джонатан Сафран Фойер, две его книги. Ганкуровская премия, Клуб неисправимых оптимистов Геносии. Памук, две его книги. Упс. Музей невинности и имя мне красный, Дэвид Митчелл. Эсабеля Льенде, Питер Хёрджис, что гложет Гилберта Грейпа. Наверное, по-хорошему, эту книгу нужно было поставить Кирвингу, но она туда не влезла. Вот, влезла сюда. Кстати, можно поменять это местами с средним полом попробовать. Наверное, так будет даже логично. Париж в настоящем времени, Марка Хелприна. Пол Остер. Вот, что сказать. Просто сборная солянка, и по сути, это такие потенциальные любимчики. Есть еще шанс сюда добавлять книги, еще можно сюда положить. Можно сюда положить, можно по муку вот так положить, и сюда что-нибудь положить. Короче, как видите, а в принципе, у меня довольно много пустого места на полках, если уж прям сильно хочется. По соседству моя любимая полка. Те, кто смотрел меня раньше, видят, что в целом так и было. Может быть, в другом порядке, но эти авторы стояли вместе. Первая причина, это потому что я их всех люблю. Первая причина, это ты. А другая причина в том, что они просто все в азбуке издавались, они примерно одного размера. В этом видео я вам уже показывала полку. Вы видите, какие авторы тут стоят. Только я еще добавила сюда скандинавов. Почему-то я захотела, чтобы они стояли здесь. Вот Питер Хёк у меня. Стик Даггерман, Мортен Рамсланд. Я добавила два сборника Кабре в дополнение к основным его романам. И вот здесь еще стопочка таких разношерстных скандинавов разных изданий. Просто захотелось мне, чтобы было так. И сюда же положила пергюнд Генрика Ипсена. Это пьеса. Очень хочу прочитать и познакомиться с норвежской драматургией. Лучше норвежец. Да. И да, моя гордость. Карнстен Йенсовна, утонувшая. Видали? Вообще сокровестница, а не библиотека. Добро пожаловать на нижнюю полку, у которой тоже есть своя система. Но это настолько крепота, которая нравится, по всей видимости, только мне. Простите, пожалуйста. Здесь тяжелёчие книги, которые я хотела поставить в самый низ. И с этого всё начиналось. Здесь Уайлд. Вот эта вот жуткая, тяжёлая книга. Азбуки Резерфорда, Сару, Норфолк, Светила, Кен Фоллит. Это такая литература, знаете, хотя 80. Потом я думаю, положу сюда перека, потому что он больше никуда не влазит. Видите, он неформатный. Точно так же сюда попала и бесконечная шутка, которая вот отсюда выглядывает. И всё, я застряла. Думаю, а что это за полка вообще? И я решила, что у меня здесь внизу будет лежать нонфикшн. У меня его не так много. Не автофикшн, а именно нонфикшн, посвящённый чему-то. Вот здесь про рабство, про семью, что-то не так с Гелвинами, когда дым застилает глаза, краткая история театра. И сюда же я положила свой немногочисленный нонфикшн про искусство. Непонятное искусство было Гомперца. И Лето целого века, Флориана Иллиса. И что я на самом деле хотел сказать. Вот так эти книги сюда попали. Интересно, да? А потом я думаю, а куда же мне поставить свою русскую полку? Вот Набоков у меня есть кто-то ещё. И вот выяснилось, что это единственное место, куда я могу их поставить. Простите, вы стоите на ящике. Возможно, криво, но ничего не поделаешь. Штатив сюда просто не доберётся. Здесь у меня Набоков, Бродский тоже здесь, потому что Набоков и Бродский для меня в каком-то, в моей голове как-то неотделимы. Я думаю, вы понимаете почему. И там, за вот этими книгами, потому что больше им не нашлось места, у меня стоят русские авторы. Современные и классические. Представляете? Земля Елизарова, Ханепаев, Степанова, Иван Ефремов, Лезвие бритвы Таиса Финская. Очень интересует меня этот автор, русский классик. Очень хочется прочитать и посмотреть, что же там интересного он понаписал. Короленко, История моего современника, Чингис Айтматов. И здесь ещё книжка про звёзды Маньчжурии, Альфреда Хейдека. Книжка, которую нашла в Нью-Йорке. Истинная здесь, в Владивостоке. Мой трофей. Так что вот так притаились у меня там русские авторы. Справедливости ради стоит сказать, что я их читаю нечасто, по настроению. И очень хорошо, что теперь они стоят у меня в одном месте. И когда я распознаю в себе это настроение, я могу сюда спуститься и найти всё, что мне нужно. Простите, если вам ничего не было видно, но просто здесь низкая тёмная полка. Такое дело. Добро пожаловать в ещё одни закрома. Это Костина литература. В основном это нонфикшн, по бизнесу, что-нибудь такое. Также здесь мои книги по выпечке и книги, которые поедут на Анхол. Дубли или просто книги, которые мне не понравятся. Я больше не хочу их видеть в библиотеке. Или я думаю про то, за Анхолят их или нет. И тут совершенно случайным образом, просто потому, что здесь было свободное место, сложилась французская полка. Просто думала, куда здесь эти книжки странные. Лоран Бене, Мишель Уэльбек, Жир Сольми. Я подумала, почему бы и нет. И так сюда затесался Золя. В классик. Кто бы знал. У меня есть ещё французы на полках. И, наверное, логично было бы собрать полку с Ганкуровской премией, как, мне кажется, у меня было раньше. Но вот как сложилось, так сложилось. Чуть поделаешь. Ребята, мой штатив такой же коротышка, как и я. Я сделала всё возможное, чтобы дотянуть вас туда. Но эта полка называется Сборная Солянка. Добро пожаловать. Как и вся моя библиотека в целом. Я решила в какой-то момент, что здесь будут книги Feel Good. А потом я поняла, что не только для пирожочков здесь место, но и для хорошей литературы, но которую я хочу проверить. Как будто бы я толком о ней ничего не знаю. И я решила определить их всех в одно место. Здесь есть и весёлые истории, и грустные истории. Истории, которые, возможно, мне не понравятся, которые поедут на Анхол. Истории неоднозначные. Другая половина этой полки была свободной. У меня сложилось такое небольшое собрание прямо, откровенно, азиатских книг. Назовём это так. На самом деле, азиаты есть на других полках. Ну, то есть, например, Амитав Гош, например, с его Маковым морем. Или Шубхангис Варуб, Широты Тягот. Это всё про Азию. И это всё, по идее, должно стоять здесь. Так же, как и Салман Ружди. Но они стоят в других местах. Ну, вот здесь такой разнобой сложился. С этой столбкой я не знала, что делать. Поэтому здесь образовались классики 20 века из совершенно разных стран. Италия, Испания, Бразилия, Польша и так далее. И вот сюда затесались античные комедии и трагедии. Потому что я просто не знала, куда их деть. Но я думаю, пусть будут здесь. Вот такая полка, которая вообще непонятно из чего состоит. Ну, мне так даже нравится. Видите, пришлось поставить прям буквально тетрис, чтобы прям кусочек-кусочек выглядывал. Чтобы я хотя бы понимала, что там за книги. Потому что здесь, если задвинуть книжки в глубину, как я сделала на нижних полках, мне ничего не будет видно, я не буду обращать на них внимания. А так, вот эти ломанные углы, это даже прикольно. Видите, какой разнобой? С ума может сойти. Перфекционисты, простите. И последняя ячейка, которая тоже сложилась случайно. Как вы видите, вот эта последняя полка, это просто ситуативная вещь. Так же, как и самая нижняя. Я хотела отдельный отсек с автофикшеном про жизнь, про каких-то людей. И так в одну стопку попал Шагал со своей автобиографией Адоевцева. Здесь есть и ее роман «Зеркало». Гиллеровский, Лихачев, Коровин. И потом я решила, что положу сюда Шаламова, Колымские рассказы. И сюда случайно попал мистер Фейнман. Не знала, куда его деть. Вот стоит здесь. Может быть, это надо было куда-то к американцам, но как будто бы для него нигде не нашлось места. И роман «Гори. Обещание на рассвете» — это тоже знаменитый автофикшен. И вы спрашиваете, как все эти книги попали в одну стопку. А для меня это мои страшные истории. Когда я хочу попугаться, я буду читать их. Хоррор, Лавкрафт и Антиутопии. Повелитель мух Уильяма Голдинга. Это все, что вы должны знать о том, как я люблю пугаться. Вот такая вот маленькая полка. По-хорошему, сюда надо было положить вот этого прекрасного кинга. Посмотрите, какое у меня издание. Капец, как я им горжусь. Это подарок от вас. Да, но он сюда не влез. Поэтому он у меня вот тут вот рядом с Брэдбери притаился. Такой вот шкаф у меня вышел. Я не знаю, каким получился этот ролик. Я надеюсь, что мне удастся собрать из него что-то удобоваримое. Я надеюсь, что вам понравилось. Я надеюсь, что вы, может быть, подцепили какую-то идейку для себя, чтобы реорганизовать или организовать свой личный книжный шкаф. Я довольна результатом. Я довольна тем, как сейчас выглядит моя библиотека. Я была очень рада пройти сквозь все книги, пощупать каждую из них, открыть те, которые я читала, увидеть эти шрамы, которые книги получили в процессе чтения. Я, может быть, как-нибудь даже сниму видео про вот такие книги, которые пострадали во время чтения. Что с ними прикольного и интересного случилось? Или просто, может быть, какие-то ассоциации, которые у меня эти книги вызывают? Да, потому что каждый из них хранит воспоминания. Пишите мне внизу, как вам мой книжный шкаф. И если есть у вас какие-то лайфхаки по организации книжных полок, то тоже буду ждать ваших комментариев. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Я очень надеюсь, что вам понравилось. Подписывайтесь на канал, если вы еще нет. Ставьте лайки, жмите колокольчик. Это все моему каналу будет очень полезно. Вы же знаете, а мне максимально приятно. Желаю вам большой-большой библиотеки, если это ваша мечта. До встречи в следующем ролике. Пока! Вот у меня даже муж сказал, что огонь рядом с книгами как-то психологическое какое-то воздействие. Существует определенное, да? Но гляньте, гляньте, какова красота. Уф! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok